Всем привет! Вы смотрите новости Кавказа, Грузинского центра стратегического анализа Джессаки. С вами я, Гелла Вассанси. Давайте для начала посмотрим, что происходило в этот день в истории. В 1176 году, очень так, конечно, нашим меркам, в битве при Мире Окефале греки победили поражение в последней попытке вернуть себе контроль над Малой Азией. В 1787 году Конституционный конвент Филадельфия принял Конституцию США. Ну, ту самую. Мы, народ Соединенных Штатов. Потом была вторая поправка, вторая поправка про оружие, ну и так далее. В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма. Эпохальное событие, на мой взгляд, возле человека, которое вырос в кинотеатре. У меня бабушка работала в кинотеатре, поэтому я обожаю кино и, в принципе, с детства смотрел все старые фильмы по нескольку раз. А в 1939 году советские войска без объявления о войне перешли к границу с Польшей. То есть, грубо говоря, началась агрессия Советского Союза против Польши. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Когда мы говорим о том, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, исторически корректно нужно называть эту дату, а никак не 22 июня 1941 года. Другое дело, что 22 июня роли поменялись. И противник поменялся. Но это уже так получилось. И, наконец, в 1991 году Линус Торвальдс опубликовал исходный код операционной системы Линус. У меня есть друг Тэмур Абашинцев. Так вот он, Линус Торвальдс страшный, пропагандист Динус, даже меня пытался посетить на это. Но я попытался, попытался, даже помучался кое-какое время, а потом понял, что поздно учить старую обезьяну новым фокусом. И сказал, нет, спасибо Тэмур. Все что угодно, только избавь меня от этой муки. День еще и печальный, потому что в этот день ушли из жизни. В 1994 году австрийский философ Карл Коппер, вы наверняка помните, ну, как минимум, его открытое общество и его враги. Наверняка те, кто интересовались общественными науками или изучали их в университете, наверняка читали эту книгу. А в 2001 году была действительно и моя личная трагедия. Погиб Давид Кефиани. Ему стало плохо за рулем его автомобиля, плохо сердцем и, соответственно, он разбился. Давиду было всего 49 лет. Это был человек, который, ну, я считаю, что это был лучший, конечно, футболист в истории Грузии. Ну, и вообще, большой был человек, которого мы очень любили. Помню, в 1984 году, весной, вот как раз начиналось, перед началом чемпионата Союза мне удалось в Батруе взять автографа Витал Кефиани, я был абсолютно счастливым. К сожалению, мне не довелось с ним познакомиться лично, но навсегда он останется в нашей памяти, как говорили про Марадону, вечное сияние чистого разума в мировом футболе, в грузинском футболе вечным сиянием чистого разума. А теперь посмотрим, где у нас случилось здесь и сейчас. А случился у нас брифинг Марии Захаровой. И Мария Захарова сказала следующее, комментируя вопросы по вопросу по совместным учениям Азербайджана и Турции. Что было российской оппозиции, давайте я прочту, будет корректнее. Что касается совместных учений Азербайджана и Турции, то российская оппозиция на этот счет была доведена до официального покупки. С учетом того, что она с пониманием была распределена азербайджанскими партнерами, считаю возможным воздержаться от публичных комментариев. Находимся в контакте с азербайджанскими партнерами. В отношении упомянутых обстрелов, там был задан вопрос по поводу обстрелов населенных пунктов в Карабахе, не располагая какой-либо информации. И дальше Мария Захарова продолжает, что внимательно отслеживает обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации, в том числе и вокруг села Варадан, в очередной раз подтверждает востребование скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей демаркацией на всем продвижении. Российские предложения по этому поводу переданы в Баку и Еревану. Ожидаем скорейшего ответа для формирования дальнейшего корпуса. Ну и дальше, чтобы продолжать дальнейшие усилия по разблокированию экономических транспортных коммуникаций в регионе. АСДЭМ, телеграм-канал, интересно откликнулся на это заявление Захаровой следующим образом. Вообще, конечно, забавно. То есть, россияне проводят учения на суверенной территории Азербайджана, и это абсолютно нормально. А если Азербайджан проводит учения на своей территории, даже в море, например, то ему высказывают позицию. Вообще, может быть, не стоит проводить Азербайджану учения или делать это только с определенными странами? По поводу определенных стран я не знаю, но, конечно же, позиция Москвы такая, что только делать с определенными странами, и мы знаем, как все эти определенные страны. Но эти определенные, как говорится, некоторые товарищи, Азербайджану вообще не товарищи. В конференцию Марии Захаровой откликнулись и Ереване, причем откликнулись на уровне вице-премьера Гера Григоряна, который ответил на вопросы журналистов. И ответил он следующее, тоже цитата. «Если проблема дороги Горис-Капан не будет решена, это скажется на экономике Армении». Альтернативные инфраструктурные решения уравесят ситуацию. Это первый пункт. Второй пункт. Последнее заседание трехсторонней комиссии Армении, Азербайджан и России было около месяца назад, и решения по железной дороге стали виденными. Тут непонятно по поводу какой железной дороги, то есть по поводу всех железных дорог или по какой-то конкретной железной дороге. И еще один момент. Герригорий отметил, что должен начаться определенный момент демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы в районе Синька. Вы понимаете, в чем дело? Я вообще считаю, что, да, возможно, это и начнется, какие-то переговоры начнутся, но процесс демаркации и делимитации границы без переговоров о заключении всеобъемничьего мира немножко выглядит странно. Понятно, что для Москвы сейчас важен только процесс и больше ничего. Ну и, в общем-то, продолжают все сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо некоторых летят тронб врага. Кстати, российская компания «Арсис» ведет переговоры с Ереваном по поставкам оружия. Об этом заявил главный конструктор предприятия «Арсис» Максим Байметов. По его словам, на выставке «Армия-2021» руководство компании встретилось с делегацией армянского военного ведомства, которое возглавлял новый министр Аршан Карапетян. Армянские партнеры проявили большой живой интерес к линейке оружия «Арсис», в том числе и к предприятиям. А теперь о делах наших спортных. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Гракли Кубахидзен назвал экс-премьера Грузии, кандидата в Мэри Белиси Георгия Кахария, как альщикова. Ну, что вам сказать? Вообще скандал по поводу наркотиков и обвинения Георгия Кахария. Это, напоминаю, бывший премьер-министр Грузии, который сейчас создал не третью силу, а вторую, первую силу. То есть, откололся от мечты и создал свою политическую партию «За Грузию». Она называется. Сколько у нас политических партий, как можно запомнить все названия, я не знаю, но вот как-то с Грузией он запоминается. Так вот, Гахария действительно, ему предложили, ему предложил его конкурент, мэр Белиси Кахакаладзе, сделать тест. И этот тест на наркотики. Но Гахария, на что Гахария ответил отказом, потом сделал тест и отправил его в Бенскую лабораторию, а при этом заявил, что в лаборатории грузинской готовилась против него провокация. Могла ли готовиться против него провокация? Наверное, могла бы, почему бы и нет. Нас уже ничего не удивляет, тем более, что скандал с файлами, файлами прослушки службы госбезопасности Грузии, он не прекращается. Но если раньше власти обвиняли Михаила Саркашвили на цинами отмежения, то понятно, что во всем, что не происходит, виноват Михаил Саркашвили. То сейчас эти обвинения немножко перенаправлены на Георгию Гахария. Мол, вот он был премьер-министром, вот у него был заместитель министра Ходжио Манишвили, и вот они дали задание, и вот они записали эти файлы, вот они такие платье. Ну, помните ли они про Блосс? Студента, который знал только Блосс. Это когда студент приходит в университет, и у него спрашивает первый вопрос, он знает этот экзамен, а он знает только про Блосс. Он берет билет, и у него спрашивает, ну давайте отвечать про кошек. Ну, кошка там четыре ноги, хвост, голова, а еще у кошки есть шерсть, а в шерсти есть Блухи, и рассказал все про Блосс. Второй билет у него попался прорыв. Ну, опять сказал, голова, там плавники, чешуя, а если бы вместо чешуи была бы шерсть, то в этой шерсти обязательно были бы Блосси. И дальше рассказал про Блуху. Так вот, сейчас грузинская мечта. Нам уже рассказывает анекдот, отвечая на вопрос про рыб. То есть, кто виноват в том, что записывались файлы, которые сейчас слиты? Ну, конечно же, Саакашвили. Как виноват Саакашвили? Да все очень просто. Виноват Саакашвили, потому что он вместе с Гахария, который был на тот момент премьер-министром Грузии, записывал эти файлы для того, чтобы потом их опубликовать. Вообще, шикарный, конечно, шикарный, конечно, шикарный расклад. То есть, понятно же, да, если бы у рыб была бы шерсть, то в них обязательно были бы Блосси. Об этом заявил, кстати, не кто-нибудь, а сам Ирак Ле Гарибашвили, это премьер-министр Грузии. Часть оппозиционных депутатов наших вызвала главу СГБ Грузии Григола Ле Гуашвили в парламент, чтобы ответить на вопросы по делу от данной слежки. Мол, так и так, как же так? Вы знаете, абсолютно право депутаты, она же учредитель нашего Джессака, Сеона Акубардия, которая просто сказала, что, ребята, там все хорошо, это хорошо, что вызвали Григола Ле Гуашвили. Но СГБ даже тем депутатам, которые входят в Комитет по безопасности и обороне, а сама Теона, она является замглавой Комитета по безопасности и обороне, не дала допуска. Поэтому Григола Ле Гуашвили на все вопросы может отвечать просто и ясно. А это государственная тайна. Идите поспорить, чисто юридически он будет как. Почему не дали допуска? Это уже другой момент. А вот министр внутренних дел Лахтан Гумилаури провел встречу с главой представительства ЕС в Грузии Карлом Харцегом и с другими послами стран ЕС. Это очень интересное, на самом-то деле, потому что, скажу так, что уже сейчас есть заявление от дипломатов о том, что вариант прослушки, а то, что прослушка была, это уже факт, он будет серьезно обсуждаться как в Брюсселе, так и в столетских европейских государствах. Ребята, я же говорил, что это все просто так не проходит. Другое дело, вот давайте по-честному скажем, насколько в грузинской мечте сегодня важно мнение Европейского Союза. В какой-то степени, да, важно, но именно в какой-то степени, не критически точно. Ну и, наконец, из скандалов, это то, что легендарная наша шахматистка Антона Габридашвили подала в суд на компанию Netflix. Причем требует компенсации ни много, ни мало, 5 миллионов. Это Нью-Йорк Таймс. Дело вон в чем, Netflix снял мини-сериал «Фот королевы». И вот в одном из этого мини-сериала озвучена была абсолютно неверная информация о том, что, мол, Габридашвили никогда не играла с мужчинами в шахматах, то есть не участвовала в мужских футболинах, нет, она участвовала в мужских футболинах и даже побеждала в них. В 68-м году она играла с более чем 50-ю шахматистами-мужчинами. Ну и кроме всего прочего, там ее называют российской шахматисткой, что, конечно же, для Габридашвили не камильфо совсем. 5 миллионов долларов, если отсудят у Netflix, будет заправно весена и весена. Ну и, наконец, я всегда оставляю один вопрос из комментариев зрителей, потому что, который меня особенно задел и заинтересовал, это комментарий Хачадура Рутинана по поводу того, что, видимо, человечество не может жить без войн и нужно организовать большую войну каждые 100 лет. И так каждый раз. Ну, на что я, в принципе, сказал, что категорически не согласен. Я не знаю, как вы относитесь к этой теории, я считаю, что человечество уже научилось жить без войн и Европейский Союз, Европа, да не только Европа, но и, наверное, Южная Америка тоже, там ведь тоже давным-давно не было войн. В общем-то, тому пример, да, внутренние там предряги, там перевороты и так далее, это случается, и правительство, и так далее, но вот войн между государствами как-то Фолкленды последнее, что я могу вспомнить, ну, это была, опять-таки, война в 1982 году, после этого прошло ни много, ни мало, сколько, почти 40 лет. Поэтому я думаю, что вполне себе, в Европе, кстати, войны были ближе к нам, это на Балканах были войны, но я надеюсь, что это были последние войны в Европе, потому что, ну, смотрите, вообще, если мы поговорим про войны, смотрите, как интересно, значит, наши очень-очень далекие предки, которые воевали за Европу, воевали для того, главный побудительный матем, я имею в виду первобытных людей, был даже не за ресурсы, а был за человеческие дела. Человек, человека воспринимал как еду, просто элементарную еду, больше всего съедали первобытные люди не мамонтов, на которых было сложно ослабиться, а себе подобных. Это раз. Потом, ну, понятно, что была борьба за ресурсы. Времена наступили более вегетарианские, появилось государство, но все равно была борьба за ресурсы. И скажу так, что случались даже в 20 веке, несмотря на то, что уже тогда технологии позволяли избежать голода, но голод случался по вине политических партий, по вине политиков, по вине идеологии и так далее. Сегодня, по идее, голода быть вообще не должно. Он есть, но голода быть вообще не должно. То есть, человечество может себя прокормить, мало того, это полный крах партийзианство, человечество может прокормить гораздо больше людей, чем сейчас есть на планете. Так что, сегодня войны это уже не вопрос физического выживания. Сегодня войны это вопрос культуры и вопрос элементарной экономической выводы. Воевать менее эффективно, нежели да, может быть экспансия, но может быть экономическая экспансия, экономическая экспансия гораздо более выгодна. То же самое, кстати, касается и территории, и вопросов по земле. То есть, когда воюют за землю сегодня, понятно прекрасно, что есть эмоции, есть чувства, есть чувства людей, которые были изгнаны, которые могут быть изгнаны, ну и так далее. Это ясно все. Но экономической подоплеки борьбы за землю на сегодняшний день уже не существует, ребята. Новый дивный мир диктует другие условия, и там не только плохие условия, но и хорошие. В общем-то, мы, я имею в виду, человечество очень здорово продвинулись вперед, поэтому будем надеяться, что Хачатур был не совсем прав, мягко говоря, или совсем неправ, что человечество не может жить без войны. Я абсолютно уверен, что человечество может жить без войны, просто единственное, что иногда не хватает ума, а иногда элементарная культура. Ну и вера в Всевышний Вод, конечно. Огромное спасибо, что были сегодня с нами, всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова